Психология человека сейчас имеет огромнейшее значение, поскольку передача и приема информации увеличилась десятки миллионов раз за последние 150 лет, и как следствие усилилась сенсорная нагрузка на человека. Ум перегружен настолько, что сразу начинает стремиться туда, где есть очевидная безопасность. Человек поэтому все время живет в страхе, и он стал легко управляем внешними событиями и обстоятельствами. Нами все время манипулируют, и беда в том, что мало кто это замечает. Сперва это происходит через соревновательную систему образования, затем эти соревнования переходят в социальную сферу и начинаются в погоне за имиджем, статусом, признанием. Для нас все время через внешний лоск создают целую систему ложных ценностей и убеждений, которые на самом деле всего лишь контролируют и ограничивают наше восприятие жизни и разделяют людей друг от друга территориальными, политическими, национальными убеждениями. Одним щелчком пальцем нас делают врагами для тех, кого мы могли бы просто любить своим сердцем. Таким людям сложно заметить, что они являются просто ресурсом для того, чтобы карусель этой системы продолжала вращаться. Человеку сложно жить по правилам своей истинной природы, потому что он забыл, что является чистым и живым сознанием в сердце Бога. В какой-то момент его душу ослепили внешними подачками, и он начал жить по правилам личностного восприятия. А это ограничивает сознание от целостного переживания мира. Понимаете, в этой лихорадке человек разучивается самоосознавать себя, смотреть себе внутрь. Он слепнет от внешних проекций и перестает жить душой. И это первое, из-за чего он все время страдает. Только вот я бы не советовал всю вину перекладывать на социум или на других внешних врагов, которых при желании можно найти до кучи. Власти у этих внешних сил над нами ровно столько, сколько мы сами предоставили им внутри себя. Если мы живем сердцем и идем с любовью навстречу этой же системе, а не прячемся там и не обвиняем всех подряд в своей беспомощности, то мы многие правила игры в ней меняем. Для этого сейчас очень важно задуматься над тем, что такое человеческое сознание. Чем быстрее человек поймет, что в сознании есть все и нет ничего за пределами сознания, тем быстрее он осознает воздействие ума на реальность, с которой он все время взаимодействует. Ум – это инструмент сознания, но не само сознание. И ум ограниченный, ограниченный в человеческой форме, он просто застрял в пяти органах чувства. Оно выполнено к правилам поведения, памяти. Это рефлекторная функция. И ум поэтому отождествлен с формой. Сознание же не локально. И сознание вне концепции добра и зла. И любых полярностей, которые воспринимает ум для своей идентичности с реальностью. Для того, чтобы определить значение сознания, человек в любом случае должен использовать на каком-то уровне знание концептуального ума. И в этом заключается ирония духовного поиска. Здесь-то очень важное значение приобретает открытие в квантовой физике, которое позволяет взглянуть на определение сознания в совершенно другом качестве. И во многом дает возможность приблизиться к пониманию мистических свойств сознания. Квантовый подход для определения свойств сознания впервые был применен еще в 30-х годах психологом Карлом Густом-Юнгом и физиком Вольганом Паулером. Квантовый мир, в отличие от классического, отличается тем, что он многолит и содержит в себе множество параллельных сюжетов, находящихся в так называемой суперпозиции. Это один из самых важных терминов в квантовой физике. Пока не существует определяющего реальность наблюдателя, состояние квантовой функции будет неопределенно и многозначным. И потенциальных реальностей одновременно будет множество. Экспериментально на элементарных частицах, это было доказано еще в начале прошлого века на опыте с фотонами света, на макро-уровне мысль является тем механизмом, который выводит из суперпозиции реальность и конкретизирует ее. Мир квантовый. И открытие в квантовой физике является во многом взаимозаменяемым с определениями различных духовных традиций. В интернете есть фильм «Квантовая физика и буддизм». Там подробнее даны объяснения по вопросу взаимозаменяемости научных и духовных трактатов. Необходимо отметить, что состояние сна, медитационном состоянии, состояние глубокого покоя, сознание не определено никаким содержанием. И поэтому происходит проникновение в квантовый мир сверхсознания. Этим объясняется происхождение различных парапсихических способностей человека, его умение видеть на расстоянии, читать мысли, передвигать силы мысли-предметы, а также создавать вокруг себя любую реальность, в которой в квантовом мире существует бесконечное множество. Пустота сознания – это настоящий обитель Бога. Это портал, в котором пересекаются все существующие миры и реальности. Проблема в том, что состояние обычного человека все время определено содержанием обусловленного ума. В нем очень много мыслей, которые, как поводыри, все время дергают человека в разные стороны и втягивают его в цикличность одних и тех же проблем и страданий. И человек, не осознающий свою духовную суть, всегда живет в страхе за завтрашний день. Именно поэтому он все время опирается на знание ограниченного ума, чтобы хоть как-то обезопасить свою форму. Это бесконечная курсель сансары, с которой он может соскочить, только познав себя и обретя экзаменальную смелость. Именно поэтому так необходимо осознавать содержание своего ума. За этим умением стоит очень важное понимание свойств духовного и квантового мира, которые объясняют и показывают суть взаимосвязанной реальности, внутреннего и внешнего. Прямо сейчас вокруг нас существует множество параллельных реальностей. Настоящее положение вещей определено лишь содержанием нашего сознания. Сейчас оно едино для всех здесь слушающих. Это духовно роднит и обогащает нас. Но это все же концепция. А любая концепция – это лишь фрагмент целой истины. Само сознание неконцептуально. Оно за пределами любой мысли, формы, идеи. Здесь некому и не на что указать пальцем и сказать «вот оно». Здесь нет возможности увидеть себя. Потому что Бог не может увидеть Бога. Я и мир одно. Священное Писание еще многие тысячелетия назад до создания Эйнштейна теории квантовой перепутанности говорили о квантовой функции мироздания. Мозг человека – это квантовый механизм Вселенной. Но осознающие все эти процессы – и есть часть Вселенной. Это очень важно понять и осознать. Когда это переживается на опыте, это восхитительно. Ты уже не можешь быть невлюбленным в эту жизнь и во все, что связано с ней. Мы – это настоящие звездные странники. Есть люди, которые обнаруживают в себе эти истины. Только общество по большей части изолирует их от себя, опасаясь вирусов, пробуждения. Потому что общество наполнено человеческим страхом и все время живет с мыслью о внешнем враге. Это очень ограничивает всех. Если бы люди научились жить сердцами, мы бы очень быстро, духовно эволюционировали то, что называют человечеством. Сейчас в людях очень многое ограничивают друг от друга установок, программ, которые не позволяют чувствовать друг друга. Если кто-то начинает говорить публично о любви ко всем, то таких людей считают больными. Это поведенческий стереотип, говорящий скорее о нездоровом симптоме самого общества, но и ничего более. По моему мнению, сумасшествие – это не диагноз. Влюбленный человек не может быть нормальным. Я сейчас часто встречаюсь с такими людьми, с теми, кто научился создавать свои реальности и прятаться в них в большей степени. Мне, как психологу, это интересно. Для меня они не являются сумасшедшими. Это просто сверхчувствительные люди, которые в меру своих сенсорных способностей квантуются с одним из параллельных реальностей. Нет никаких биполярных расстройств и патологий. Есть только преимущество у таких людей осознавать многомерность этого мира и свою творческую многогранность. С появлением понятия квантового сознания многие психические отклонения можно рассматривать как возможность человека обнаружить в себе созидательные задатки гения. Мы часто слышим такие выражения «он или гений, или сумасшедший». На самом деле, между этими понятиями действительно существует глубокая взаимосвязь. Есть такая книга «Гипоманиакальная грань». Если не ошибаюсь, ее написал Джон Гартнер. В этой книге дается неоднозначное объяснение способностям гениальных людей, которым сопутствовал всемирный успех и признание. В книге Кейса Джеймсона «Соприкасаясь с огнем» сумасшедший также рассматривается положительным и созидательным. Очень многие творческие гении, такие как Моцарт, Гоголь, Ван Гог, Бетховен, страдали маниакальной депрессией. И, как правило, многие из них имели суицидальные наклонности, что по большей степени подтверждает полярность состояния сознания. И это не является патологией, а лишь одной из функций творческого сознания. И в депрессивном состоянии этих людей ярко проявляется разделение внутреннего от внешнего. Человеческая форма, присвоив себе творческую гениальность, которая принадлежит только природе, не смогла принять вместе с этим и глубину своей духовной сути. Эта диссонансия внешняя и внутренняя становится губительной причиной для всех суицидальных настроений человека. Люди душами перестают расти и живут все время в страхе потерять то, что им никогда не принадлежало. И здесь как раз следовало бы упомянуть о квантном состоянии сознания всех выдающихся пророков, основателей основных религиозных традиций. Каждый из этих людей кое-что поняли о своей сути, и у них создавались возможности переходить в измененное состояние сознания и слышать голоса из других реальностей, голоса, которыми писались в Священное Писание. Алло? Я перезвоню. Если людей с психическим отклонением лечить без понимания многомерности сознания и многомерности восприятия мира, то такое лечение будет бесконечным и губительным. Таких людей могут только лишь стабилизировать, приглазить к одной из привычных реальностей, как когда-то приглазили к Христу одного пробужденного человека. Если же изменить свое собственное мышление по отношению к самому себе и принять во внимание свойства квантового сознания, то появляется возможность через любовь и только через любовь донести до больного человека о его уникальных способностях бессознательно создавать альтернативную реальность и таким образом обратить его внимание на саму осознанность. Потому что все состояния психики человека, любые его роли, осознаются чем-то одним. Что-то одно в нас осознает все наши состояния. Задумайтесь над этим. Мы есть чистая осознанность. Мы созданы по образу и подобию Бога. И эта идентичность выражается в нашем многомерном, живом и бессмертном сознании проживающий человеческий опыт. Мы уникальные духовные существа, спустившись в эту реальность для опыта любви. И больше нам здесь делать нечего. Продолжение следует...